И третье. Домашнее задание по седьмому занятию будет у нас таким. Тоже мы продолжаем балансировать мужскую и женскую энергию. И что мы делаем? Мы с вами, несмотря на то, что разобрали очень многие эфирные смеси, и серенити, и баланс, и вообще самое важное – осознать вообще сейчас, в каком состоянии нахожусь, в каком состоянии активности, что мне необходимо сейчас, необходим ли мне баланс, продиагностируйте, насколько у вас сейчас инь и я находятся в балансе. Если там всё в балансе, честно отвечайте себе на этот вопрос, то всё хорошо. Если вы чувствуете, что у вас внешняя активность, она прямо сейчас зашкаливает, а вот этого внутреннего погружения в себя, созерцания, заботы о своём теле, заботы о своём состоянии, его нет или его очень мало, то стоит об этом задуматься. И вот, честно, отвечая себе на этот вопрос, дальше можете вернуться к нашей теории по седьмому занятию, посмотреть, какие масла сейчас могут вас замедлить, заземлить, например, баланс ли это будет, или, может быть, у вас какое-то внутреннее неспокойное эмоциональное состояние, и вам необходима, например, сиренти. Но вот в целом, что бы я хотела, чтобы вы взяли из этого седьмого занятия, что так как мы всё-таки… Тема седьмого занятия всё-таки называется «Баланс мужских и женских энергий», как внутри себя, так и в партнёрстве, то я бы за основу взяла смесь «Шёпот» – «Виспер». И это наша женская смесь, раскрывающая женственность, пробуждающая женские энергии, как и для мужчин, так и для женщин. Поэтому вы её, пожалуйста, можете использовать как духи и наносить на зону крестца и зону второй чакры. Это примерно 4-5 пальцев ниже пупка. И вот наблюдайте ощущения. То есть как раз-таки у вас вот эта вот женская тема, она будет прорабатываться. Плюс ко всему у нас на седьмое занятие предусмотрены две медитации. Одна у нас медитация квантовая. Я её записывала буквально на прошлом зимнем потоке в состоянии потока. И эта квантовая медитация записана, когда я считываю информацию с эфирной смеси «Виспер», «Шёпот». Поэтому вы можете её прослушать, эту медитацию, также вдыхая смесь «Виспер», также её нанося на зону крестца и зону второй чакры и смотреть, наблюдать, что будет происходить. И вторая медитация, которая у нас также приурочена к этому занятию в записи, это энергетическая медитация на восстановление мужского и женского баланса. То есть она отличается от квантовой медитации, но также работает великолепно. Эти обе медитации в записи есть к этому занятию. И дальше я бы хотела, чтобы вы также, помимо всех смесей, которые у вас, скорее всего, есть, с которыми вы будете знакомиться, пожалуйста, используйте смесь «Слемен Сасси», стройный, дерзкий. И через эту смесь, если вам необходимо поработать со своей самооценкой, повысить чувство собственного достоинства, то эту смесь можно соединять с фракционным кокосовым маслом, смешивать 3 к 1 или 5 к 1, то есть 1 каплю «Слемен Сасси» и 3 или 5 капель фракционного кокосового масла. И можно точечно прям наносить на те места, которые у вас требуют любви. А для этого вам необходимо будет научиться касаться своего тела. Если вы помните, в самом начале занятия номер 7, сегодня я рассказывала про язык касаний не только к другому человеку, но и касаться себя с любовью. И вот если вы чувствуете, что вы недостаточно любите касаться своего тела, вам как-то стыдно, и вы как-то чувствуете, что, ну, как это я буду касаться своего тела. Да, ну вот с этого и начинается любовь к себе. Поэтому с помощью эфирной смеси с «Слемен Сасси» вы можете делать первые шаги по направлению этого обучения касаться себя. Это вот будет ваш язык касания по направлению к своему телу. Потому что когда вы учитесь касаться и любить своё тело, вы учитесь одновременно любить и касаться тела других людей. Вот так. Это вот у вас такое занятие, домашнее задание по седьмому занятию. То есть я уже не стала очень много грузить домашних заданий на седьмое занятие, потому что здесь на самом деле важно не количество пунктов, а важна проработка и глубина. Я вот думаю, что через даже вот эти два пункта вы сможете окунуться в глубину познания себя, своего тела и учиться любить себя. Вот так. Спасибо. Спасибо.